Тем временем в Казахстане растет число безработных. На сегодняшний день, по данным агентства по статистике, их насчитывается 500 тысяч человек. А накануне министр здравоохранения и социального развития сообщила, что до конца текущего года 50 тысяч специалистов попадут под сокращение. Наши корреспонденты попытались разобраться, кого имела ввиду Тамара Дюсенова. Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова шокировала казахстанцев. Она сообщила, что до конца года без работы могут остаться 50 тысяч человек. Однако сегодня глава профильного ведомства попыталась уйти от вопросов журналистов, отметив, что правительство постарается не допустить роста безработицы. Вы же понимаете, что на фоне обострившейся экономической обстановки каждое государство старается не допустить социальной напряженности и сохранить рабочие места. Сложно подсчитать число гневных комментариев в интернете, но множатся они в геометрической прогрессии. Мне нравится формулировка из-за падения цен на нефть. В трудовой таки запишите. А еще душат малый бизнес новыми налогами. Видимо, так пополняют бюджет. Скоро армия безработных будет около 1 миллиона человек. А ведь еще в феврале текущего года глава профильного ведомства заявляла, что сокращения рабочих мест на казахстанских предприятиях не будет. Подписаны более 19 тысяч меморандумов с крупными предприятиями, с малым и средним бизнесом. И в этих меморандумах предусмотрено сохранение более 1 миллиона рабочих мест. Статистика гласит, что из 17 миллионного населения республики 8,5 трудятся на благо экономики. Наибольшее количество работников задействованы в таких отраслях, как образование, промышленность, административное обслуживание и сельское хозяйство. Более 2,5 миллионов человек являются самозанятыми. Индивидуальные предприниматели чаще всего встречаются в Южно-Казахстанской области. В свою очередь эксперты уверяют, что имеющейся статистике можно верить с огромной долей относительности, ибо вычисляют ее косвенными способами. Что касательно уязвимости отраслей, то натиск экономического кризиса сильно ударит по сырьевому сектору экономики. Во всей горнодобывающей промышленности, которая дает гораздо больше половины всего ВВП, работает от 2 до 3%. Где-то 250 тысяч человек всего работают во всей этой отрасли. А она уже не первый год замедляется. Сомнение вызывает статистика по безработности. Ведь бизнес сейчас теряют многие самозанятые. Толком они нигде не отмечаются. И пособий, как на Западе, не получают. Поэтому их может быть на порядок больше. Марат Токулин, Нуркент Токмурзин, Куаныш Умаров, Информбюро, Астана.